Добрый день, дорогие любители шахмат! Добрый день, дорогие интернет-слушатели! На часах 18.28 и скоро начнется наш турнир. Турнир Академии Олимпийских Чемпионов. Я представляю своего гостя, технического директора нашей Академии Олимпийских Чемпионов, шефа украинского ЧСТВ Артура Севастенко. Привет, привет! Привет, Владимир! Да, Артур, привет! Интересный турнир, мы будем вместе комментировать его. В турнире будут участвовать наши недавние участники нашей Академии. Смотрите, да, уже 15 человек у нас есть, да. Вот, надеюсь, сейчас еще и кто-то добавится. У меня тоже, вот смотрите, если вы видите, у меня тоже есть кнопочка «Доучитесь». Вот, ну, наверное, мы будем сегодня комментировать. Сегодня 15 человек в турнире, я уже вижу. Это все наши студенты, которые прошли обучение по нашему курсу. И сегодня разыграют титул первого такого, ну, условно, конечно, но чемпиона нашей Академии. Ну, да, да, посмотрим. В принципе, тут есть, скажем так, и на кого посмотреть. Вот это мастер Фиде Граф Лермонтов, это Ростислав Малиновский, и Мариана Гринева тоже международный... Я уже в одном, да, в одном посте назвал ее Международный мастер, но я думаю, она скоро и выполнит его. Вот, но пока тоже мастер Фиде Гринева-Мариана. Вот, ну, да, и довольно тут много опытных. Ага, уже, уже, уже начинается сейчас. Уже начинается. Ну, что, будем смотреть с первой доски, как я понимаю? Да. Да. Так, это у нас... Жав Лермонтов, Ростислав Малиновский играют с Полиной Выщенко, да? Ну, такой это сейчас один... Одно из популярных сейчас... Начал, стариндийская. Так, секундочку, мне немножко надо... Немножко сдвинулась. Вот, сейчас поправим. Так, очень интересный дебют, нет? Не находишь? Стариндийская защита всегда интересна. Тем более, когда играют студенты. Да, сейчас это сейчас... Сейчас, да, аж пять ход такой, разрывающий структуру. Хотя, как говорят, в стариндийских обычно... Обычно фланг... Королевский фланг это черных, да? А тут белые начинают наступать. Ну, не так просто. Не такой простой дебют. Я вижу, белые задержались с развитием. Фланг открыт. И на бою до острая ситуация. Здесь может быть что угодно. Не, ну да. Ну, не просто, не просто тут... Ну, и белым тоже непросто. А что, сейчас? Ферзь с2 какой-то конь g4 пойдут. И... Ни что бить? Тогда слон g4 там не сделать ни... Три нуля будет непросто сделать. Ну, так... Интересно. Ну, второй вариант df3, но f3 тогда конь g5 быстро. Там конь на f4, даже водя на f4 идёт. Вот. Так что, ну, не так просто. Слон f3. Слон f3. Ну, интересное решение, но... Ну, опять же, это есть, как говорят, раскоординация, да? Фигур... Опять же... Ну, тут коня куда дальше одевать? Ух ты, король f7. Король f7. За линию, да, борьба h8? Да, да, водя h8, да. Да, интересно. Молодец, Полина, с огоньком играет. Да, да. Конь h3. Ну, теперь конь на g5 идёт. Ну, естественно, не даётся. Водя h8. Интересно, да. Ну, если в белом удастся сделать длинную рокировку, то у них нормально. Но... Но удастся ли? Вот. Можно побить как-то ферзь e2, типа, потом 3-0. Вот так. Ну, правда, там слон h6 везде будет. И опять же, будет перевес... Перевес коня над слоном, да. Слон на f3, такой себе. Слон h6 или ферзь h4 с нападением на e4? Ну, брать ладью надо, никуда не денешься. Да, ферзь e2. Ну, да, ферзь h4, можно слон на... Ну, слон на h6, кстати, тоже и сразу можно, а чё нет? Ну, естественно, не, ну, естественно, Савасин. Ферзя-то надо пропустить, почему бы и нет. Да. Очень хорошая игра, Полина, действует, но абсолютно не испытывая робости никакой перед титулованным соперником. Фаворит рейтинг турнира нашего, и так вот Полина давит. Да. Слон аж... Я знаю, Ростислав постоянно играет в титулованном вторнике. Вот. И всё-таки он, да, как говорят на играм, да? Ну, у нас аудитория получилась абсолютно разная. Состав нашего турнира, это показывает, что от 1700 рейтинги на Чизкоме до 2400. И точно так же на занятиях присутствовали люди абсолютно разного уровня. Но объединённые одной общей целью – повысить свой шахматный уровень и повысить очень хорошо и быстро. Да, ну, я уже табличку поставил, уже у нас есть двое победителей. А это, наверное, даже один. Наверное, у нас неравное всё-таки количество игроков. Там, да, там один без игры – 15 человек. Да, 15 человек, но ничего-ничего тоже. Ну, вот, по-моему, первая ошибка в исполнении чёрных. Вот Ферз-G7 явно не туда. Вот Ферз-H4, либо как-то оставить его на этой линии открытой, мне кажется. Ну, Ферз-G7, я так понимаю, против Конь-B5 как-то боялась, наверное, этого хода. Ну, Ладя-G1. Так, Ладя-G1. Тоже непонятно, не знаю. Ну, Ладя-H8 срочно надо, срочно. Ну, молодец, молодец. Полина действует очень активно. Ну, да, сейчас это и грозит Ферз-H6. Конь-B5, да. Так, ну, Конь-Е8 можно, как это, не боясь. Ну, я бы королём отходил бы. Ферз-G7 для того и становился, чтобы на С7 закончил. Не, у меня идея Ферз-H6 всё-таки, у меня идея его поменять. Вот. Не, ну, Ферз-Ферз, не знаю. Я вёл бы Король-Е8, и я вёл бы вплоть до того, что... Король-Де8. Да, есть такая, есть такая. Так, ну, тут... Может, как-то я Ферз-G5 могу представить. Ферз-G5, зато даётся идея. К пешке. Ферз-G6. Ну, с другой стороны, тоже Ладя-H6 есть. Там Конь-Е4 тоже надо считать. Так, ну, по времени, Ростислав, 19-17 секунд. Ферз-G6. Ферз-G5 пошёл. Ферз-G5. Ой, да, Ферз-G5, да. Он напал на... Ну, на А6 можно сейчас двумя фигурами ходить. И Ладьёй, и Ферзём. Это всё будет защита пешки. Ну, на С7 там же висит не Т. Не Ладья-H6, не Ладья... Не Ферз-H6, а на С7 висит пешка. Ну, там после Король-Де7 на Е4 будет висеть. Да, ну, сразу забрало на Е4. Сразу забрало. Молодец, молодец. Ну, тут непонятно. О, не Ферз-G6. Был Ферз-G4 ход, непонятно. Там Ферз-H6, Король ушёл. Пешек, Конь, Ладья. Не, ну, тут нормально должно быть. Тут у чёрных точно не хуже. Ну, очень активная Ладья у Белых. Очень активная. Ну, наша не хуже сейчас тоже по линии Аши наш зайдёт. Вот, Король-Д7 я не точно считаю ход. Сейчас надо на Конь Е4 возвращаться к пешке Д6. Да, ну... Оттеснили на С8. Ну, ничего-ничего. Можно у Адю по третью пока поставить. Тоже не так понятно. А хотя, не, не, есть план. А, да. Ну, теперь шаг надо давать. Не, ну, тут Конь Д6, да. Так, ну, зевнула пешку. Ну, обоснованный зевок. 12 и 13 секунд. Тут понятно, что. Ну, как это... Кто-то говорил, по-моему, у Рауф-Мометов. Море времени. Так, ну, под Конь А4. Конь А4. Нет, Конь А4, Король-Б3 был. Нет, всё правильно. Забрали пешку на Б2. А там был по седьмой, там были шаги. Нет, всё правильно. Она поставила... Она даёт шаги правильно, да. Тут надо отдавать. Вот. И если бьют, то мы по седьмой, да. Ну, хотя Король-Д8 пока. Пока ещё непонятно, кто кого. Вот. Точно Д6. Д6. Ну, можно забрать пока. Пока не вижу. Можно и на А2 забрать от кушек. Да, пока не вижу, почему не забрать. Так, ну, врусмейстеры шагов не дают. Не знаю, зачем этого короля на Д2 выпустили. Но, конечно, понимаю желание дать шаг. Так. На Д6 зевают. А, нет, не зевают. Там будто так оладеют. Сейчас Конь А4 грозит. Ага, Конь А4. Но я всё равно ладюб на А4 где-то держал бы. А может даже ладья А6. Там можно было. Ладья на Д3. Так, ладья должна быть активной. Так, что это за шаг? Тоже непонятно. А, по ней А4. На Король Д6 по ней А4. Вот такая вот мулька. Красивая тактика. Ну, кстати, может, Конь С5 и Б6. Наверное, не чая так объективно. Не видно, как. Ну, она Королём обходить. А там и контр-игра с пешкой А. Будет А, не хотя вот тут. Тут быстрее он проходит. О, не, ну, Конь А6 не должен держаться. Лагия А5, наверное. Так. Король Ц5, наверное, есть. Да, Король Ц5, на. Король проходит. Король на Б5. Да. Ну, тут ещё есть то, что да. То, что... Да. Ну, да. Позиция, наверное, безнадёжная. Но какие-то шансы остаются. Конь Д7, Ладья Бед Д7, да. И пешка проходит. Красивая, цельная игра. Очень хорошая, очень мне понравилась. Да, да. Смотрите, да, в принципе, были-были шансы. Были шансы. Так. Второй тур. Второй тур, да. Ну что, будем смотреть. Давай кого-нибудь другого посмотрим. Давай Марианну Гринёву посмотрим. Ну, там сильно разница рейтинговая. 1400 противник. Ну, давай вторую доску посмотрим. Вторая доска. Валентин Прокофьев. И кто у нас такой пазл раш? Ой, знакомая, знакомая. Это же у нас... Не указано имя. Помню. Да-да-да, он же был у нас на занятиях. Ну, простите. И, может быть, зрители нас поправят. Сейчас, сейчас мы найдем. Да, давайте комментировать, да, если у вас... Вернее, пишите нам, если есть вопросы, тоже. Так, сейчас найдем, кто это же у нас пазл раш. Так, это у нас Безейка Александр. Вот. А, Александр, да. Да, Безейка Александр. Вот, не так просто. А ты как вообще относишься к открытым никам? Почему Ческом не ведет, что надо открытые ники делать? Ну, каждый пользователь имеет право на конфиденциальность. Это каждого пользователя право указать или нет. Но другой вопрос, что для официальных соревнований, для соревнований с призами, для участия в каких-то ивентах, ну, тут да, тут организатор, я считаю, вправе потребовать. Да, что-то Александр так эту пешку на Д6... Так, Д6 ушло без боя, да? Да, да. Понятно для чего. Увлекся он идеей, вот это на Аш-3 жертвы. Но на Аш-3 пожертвовать не успевает, короля спрятать не успевает. Не, ну, без рокировки такие играть дебюты нельзя. Приходится идти назад в надежде слон Е6 как-то сыграть. Да. Ну, тут, к сожалению... Кстати, Е5, наверное, белые сразу могли где-то уже заканчивать и конь Д5. Ну, а тут... Тут, наверное, тоже там, как это... Наверное, хороший совет тоже дорог. Ага, ну... Ну, как говорят, пешка есть, ума не надо, да? Так, а слон Е5 есть тут код? Слон Ж5. Можно с этой стороны. Как говорят, из последних сил, хотя... Хотя, что еще делать, да? Ну, не знаю, конь С5, наверное, неплохо. Это конь Д5. Слон С4. Слон С4. Слон С4, согласен. Да, Слон С4. Слон С4 видят, но... Исключительно сила угроза на F7 висит, что F6. F6 от хорошей жизни не пойдут. Да, ну, не знаю, даже. Конь А5, можно этого слона съесть. Вот, наверное. Как это... Позиция... Ну, тут можно на А6 на F6 бить, можно отходить. Нету пешки, еще и позиция у белых лучше. Да, но ничего-ничего сопротивляется. Вот. И на F6. Да, ну, тут, в принципе, понятно. Так, ну, конь Д5, наверное, заканчивает, да? Конь Д5 или ладья Е6, да? Ну, да. Конь Д5. И беда. Ага, Д7, конь Д6. Ну, да, тут... Я думаю, тут доведет до... До логического завершения, наверное, ничего-ничего такого не будет. Тут и можно ижать. Молодец, Валентин, молодец, Валентин. Зрелая игра, уверенная. Так. Я не понимаю, куда Александр спешит. Все-таки у него две минуты целых. А, так он, да, он очень мало времени потратил, да? Да. Как иногда говорят, играет быстро, но плохо. Ну, что тут мат, мат, наверное, давайте кого-нибудь еще. Я все-таки предлагаю Марианну посмотреть. Да, с удовольствием посмотрим. Там бой неравный, но от этого может быть даже более интересен. Так, это что у нас? Это вообще что-то было? Французская защита. Я смотрю, вроде как еще дебют почти стоит, да? А по времени, тут что-то было по времени, вот. Алекс Шостак, у него 20 секунд там. Ну, да, да, да. Ну, я смотрю, Марианна тоже долго думала над седьмым, девятым ходом. А, да, веселый такой дебют у них был разыгран. Довольно-таки веселый дебют. Ну, что, позиция не такая. Конь Е5, конь Д5 забираю. Слон Б5 может шаг, ну, тогда Ц6. Потом ДЦБ, потом Ф6 поставлю. Так смотрю, нормальная позиция, что? Может и нет ничего. У белых, да, ну, больше у, как говорят, островков будет. Это у Слон Д7, да, это без пешки, да. Решил не портить пешечную структуру и лучше отдать пешку, да. Ну, там по центру такая пешка на Е5 стояла, конечно. Вот. Ну, не знаю. Так, это уже зевки пошли. Да. Ну, ничего. Борога, как Лев, отдадим должное. Разница в рейтинге почти, сколько, 700, да, 750 единиц. Прибавим к своему рейтингу 750 единиц и подумаем. Ну, это такое, это условный этот рейтинг, наверняка надо на настоящий смотреть рейтинг, ну да. Ну, да, да. Так, у Марианы уже, да, уже лишняя водя, и Мариана выходит в лидеры. Ну, интересно, что вот Валентин Прокофьев еще играет. Я уже думал, что партия должна была закончиться, ну, не знаю, а может я не обновил результат, я не знаю. Ну, я скажу так, я очень даже и польщен, и удивлен приятно такой обратной связью, которую дали студенты после занятий. Мы прослушали курсы, и мы так даже настроились немножко на критику, думали, может в чем-то первый блинкомом оказался, да, наша команда. Но, почитав отзывы, в основном хорошо восприняли ребята, и я очень надеюсь, что в игре поможет им, помогут те занятия, которые были проведены. Мотивируют, добавят знания, прокачают навык. Так, да, да, спасибо большое всем, всем за отзывы, действительно нам это важно, нам интересно знать ваше мнение. И, опять же, если вы следите за нами, вы можете комментировать и здесь, в чате, оставлять вопросы. Вот, я переключился на партию все-таки Малиновского с Максимом Дубневичем. Это молодой парень, сейчас, по-моему, по-моему, 10 лет Максиму, да, ну, вот он сопротивляется, да, вроде. Ну, к сожалению, без, без пешки уже, да, ну, хотя, хотя не так просто. Вот, это, наверное, одно из будущих украинских шахмат Максим Дубневич. Вот, и, я смотрю, смотрю, не так плохо держится. А я вспоминаю, кстати, я у него, да, он у меня как раз в группе был на тренировке, и мы как раз, как раз смотрели партию именно с Малиновским. Так что... Подготовились внезапно. Да, подготовились, да. Так, ну, что-то, да, что-то, Ростислав, я смотрю, там... Ой-ой-ой-ой, да, ну... Ай-яй-яй, да, нельзя менять черзей, да. Хорошо так держался, Бойко уверенно, и... Да, ну, тут уже облегчили чуть-чуть работу, но давайте смотреть, чем закончится. Ну, как это, связанные проходные, к сожалению, тут это... Тут что-то тяжело сделать, они идут и идут. Да, ну, ничего. А, вот так-то же. Ну, не знаю, F3 можно было, конечно, играть, но можно было не ходить. Можно было E5 пешку подтянуть. Ну, тут где-то сейчас есть та ладья E4 и ладья E2, ладья G2. Да, и вторая пешка идет. Изволили отобедать этими вкусными пешками. Так, ну, брать можно, на же 3 можно. Ну, не знаю, я бы ладья B2, может, пошел, да. Ладья B2, как вариант. E4, по-моему, заканчивается. Вот. Так, нас кто-то слушает, наверное. Буду говорить так. Так. Ну, плюс большой такт, ну, это мат. Стрим-то он идет с задержкой. Наши зрители видят. Ага, я понял. То, что происходит. Да, там секунд на 10 задержка точно есть. Так, ну, я смотрю, 5 человек. 5 человек впереди. Давайте посмотрим, кто это. Богдан Лозинский, Мариана Гринева, Ростислав Малиновский, Валентин Прокофьев и Кирилл. Кирилл 26, это кто же? Это Кирилл Демченко. А, Кирилл Демченко, да. Это наш. Из Канады. Да, наш украинец в Канаде, да. Насколько я знаю, он тоже свой ведет стрим, так что. У него стрим, у Кирилла шахматный клуб в городке небольшом канадском. Там, ну, вот я читал блог Кирилла в последний раз, там он вроде расширил количество участников. Это клуб настоящий, не онлайн, с живыми кирпичными стенами. Там он расширил, по-моему, до десятка уже любителей шахмат в канадском городке маленьком. И Кирилла с нами был на занятиях. Активно участвовал и даже совершил такой подвиг. Не каждый шахматист на это пойдет ради наших занятий. Он по своему часовому поясу просыпался в 4 утра. Да, я знаю, да. Кирилл еще активный организатор не только канадской жизни, но и украинской тоже. Он капитан команды Николаева, по-моему, да? Николаева, которая в Лиге городов очень уверенно рвала всех до того, как Киев взялся за ум и выиграл Лигу. Ну, да, да. А кого смотрим, Владимир, скажи мне, кого мы смотрим сейчас? Я поставил, ну, давай, я все-таки Ростислава поставил на первую доску. Первая доска, хорошо, да, встреча фаворитов. Да, давай посмотрим, да. Ну, такая бы, вот, своеобразная такая защита Рогозина, как называется, одна из интересных линий. Ну, тут определенный перевес у белых за счет сильной пешечной структуры в центре. Да, ну, у черных тоже не так, скажем так, не так плохо, да. Они тоже какие-то имеют шансы. Но все равно мне вот конь на С6 очень часто в этих структурах совсем не нравится. Этот ход любит делать компьютер. Очень часто его рекомендуют, да. Но, по-моему, в жизни он не сильно приятен. Да, как говорится, вы ничего не понимаете, смотрите компьютер, да. Ну, это тоже есть, да. Но не всегда, да. Так, ну что? Ну, белых поприятнее. Надо привести как-то в движение своей пешки. Может, пока С4 нету, потому что побьют и Б5, но... Ой, Б5, не, ну, Б5, наверное, это на ВОС все-таки в Ауди Б8 слон бьет А6, что ли. Но, может быть, это под конь А5 конь С4. Ну, это да, но все равно такие пешки. Ну, кстати, не знаю, Ферзь Д1, я бы на А3 пошел бы куда-нибудь на С5 там. Так, ну, конь Е5 есть неприятная. Да, конь Е5. Ну, белым надо привести в движение. Если вот они приведут, то тут партия, я думаю, очень быстро закончится. Так, конь Е5. Конь Е5. Можно F4, А4. Ну, можно с этой стороны подорвать на... Вынуждают, наверное, С6 пойти. По-другому, наверное, вряд ли как-то можно. С6 такое чувство, что со скрипом держится позиция. Вот чуть-чуть еще. Ну, да, да. Тут, наверное, можно F4 подготовить. F3, Е4 тут. Ну, по-разному. А F4 просто может сразу не хочется и закончится E4. Хотя даже там, даже Солнце E4 можно, наверное, ударить. И забрать на C6, да? Ну, я не уверен, что конь C4 есть там на C6. Не, я имею в виду после F4, там просто на E3 висит. А, да, да, да. Такая тактика, ну, не знаю. Мне не хочется сразу F4, да. Можно F3, E4, там разное. Ну, Слон G5, вот я рассматривал. Слон G4 или что? Да, Слон G4. Ну, я не знаю, тут все-таки пешки черных по белым полям расположены. Я думаю, этот трансмен более выгоден все-таки черным. Слон D3. Ну, тоже отличный код там где-то. Где-то может Слон F5, да. Ну, вот, да, вот то, о чем я и говорил. То, что допускает трансмен, которого хотелось бы избежать. Так, а Ферзь F3 нету? Подвязать. Ферзь F3. Есть Ферзь F3. Слон D3, Ферзь F6, а потом забрали на D3 конем. Непонятно, да? Не, ну чего, пешечную структуру там и изменить. Ну, как бы хуже у черных. Ну, у черных есть игра. Там ладья, путь до ладья FB8, там, и где-то игра, да, на Ферзьевом фланге. Вот, поэтому, может, не так просто. Так, ну, а бить на B5, потому что на Слон D3, Ферзь D3, на АБ, пень D7. Там без качества можно остаться легко. Так, ну, пока у нас еще все в борьбе. Я смотрю, все у нас в борьбе. Ух ты, Цеба. Интересное решение. Цеба и на пешку С давить у белых. Ну, как-то черные выкрутились или близки к тому, по крайней мере. Ну, да, не так просто. 30 нот у белых. Да, ну, наверное, на F3, E4 все-таки надо как-то там туда играть, потому что что-то другое. F3. Так, опять начинаю подсказывать, да? Так, ну, кунь D7 просто грозила, да. Надо сделать какой-то ход, обезопасить себя, а это дает лишний темп для E3, E4. Ну, может, еще не все так просто. Так, сразу кунь D4. Нет. Да, правильный ход, кстати, вот именно водой бить, вот правильно, а не пешкой. Да, поленица, смотри, тут уже. Внезапно. Тут это переменилось, по-моему, это уже можно спокойно забирать, да, пешку С. Да, как это, власть перешла. Внезапно, внезапно выкрутился Богдан. Так, E6. И на D4 еще отдают, а, не, 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 E6, E6 сильный ход, да, надо пьем. По-моему, надо опять забрать, нет, не бьют, надо опять, смотри. Тут ставки повысились, уже ферзя хочется делать. Да, да, пешка бежит, да, но тут только навечно шаг, только как-то, наверное, надежду убил. Хотя, да, водя б1, ферзь б7, наверное, есть ход. Ферзь а2. И водя c2. А, вот так, да, водя c2 мат. Да, Богдан побеждает, да, и вместе с Валентином Прокофьевым, я смотрю, они вместе лидируют. Богдан преподнес сюрприз. Так, вообще, выкрутился, ну, выкрутил. Да, ну, мне кажется, белые промедлили слишком, вот эти все ходы А, Б, зачем-то там, действительно, ненужный ход, вот, сон Д3 там, ну, медленно играли, ну, все-таки нельзя, как говорят, так, академично играть. Так, играют Полина Данил Кержнер и два игрока АВРЧС Нитро СТР. Ну, давай Полину посмотрим, да? Да, 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 да. Полина, так, ну, у Полины, что-то я так посчитал, слишком много пешек, нет? По-моему, да, тут уже просто, да, водя c4 заберет еще парочку. Да, победила Полина. Так, у нас одна партия осталась. О, разноцветные слоны. О, тема нашего занятия. Да, моя тема, ну, тут что-то много, две пешки лишних, да, вот еще и третья. Четыре лишних, да, тут слишком многовато. Четыре, четыре лишних пешек. А, ну, уже четыре, но я считал, когда было три. Полкомплекта, но... Да, не, ну, тут идут, они идут и поют. Вот, тут довольно-таки неприятно. Так, а кто это у нас АВР? АВР. Владов Арсений, город Киев. А, Арсений Владов, да, точно, уже все правильно. Там первый разряд или КМС? Не-не, КМС, КМС, Владов, КМС, да. Да, я вспомнил, он у нас как раз выигрывал призы в наших киевских турнирах. Он до двух тысяч, да, взял приз и играл довольно неплохо, да. Ну, вообще вот интересно, да, усиливаются ли молодые игроки в период карантина или нет? Вообще период карантина – удивительный период для нас, для интернет-шахмат. Все виды спорта физические замерли и получили распространение и большую популярность виды спорта умственные. Ну, а царица этих умственных видов спорта – это как раз шахматы. Я думаю, что такого оживления мы еще будем вспоминать, вот как оно было. Да, тут вот тут, видимо, это Ростислав комментирует, что точность Богданова Зинского 98,4%. Вот, и пишет, что у него забанен наличие с аккаунт. Вот, так что, ну, ничего, мы, опять же, у нас на турнире есть античитерская комиссия. Ну, работает проверка, да, точность не строгая, как сказать, уличает в чем-то. Я, вот у нас был сеанс, так, кого смотрим, сразу говори, Владимир, я переключусь. У нас сеанс был… Ну, лидеров, наверное, смотрим, у них батарейки. Лидеров, да. Сеанс, который играли с Павлом Ильяновым. Вот, и я в этом сеансе, но правда, что, да, ну, так получилось, что участники сеанса играли, можно сказать, в классические шахматы, там, 45 минут было, да, по-моему, или 30. А Павел в таком ритме действовал, что, наверное, даже не блица, ближе, там, к суперблицу. Такое чувство, что по три минуты было. Вот, и я там выбил в этой партии свои тоже, там, 97% точности. Ну, это ж, по-моему, да, у Пунина где-то было, он где-то подсчитывал, что точность игры Макнуса Карсона, по-моему, 97%. 97%, ну, так, фавориты у нас… Да, фавориты, да, фавориты решили отложить… Такое сдержанное стратегическое решение о… Отложить борьбу. Так, кого смотрим? Так, я предлагаю, Кирилл против играет, против нашего… Ростислава. Ростислава. Ну, мы Ростислава много смотрели, давай посмотрим. Хорошо, хорошо, давайте кого-то, кого не смотрели, можно даже… Давайте нашего гостя из Казахстана. Да, да, с удовольствием. Байклеус Сырым играет, так, интересно, Чуйка приди, это, да? Это что-то тоже знакомое, да? У меня не знакомое как-то, я так не сталкивался. Так, а, это Зубарев Владимир, вот. Зубарев Владимир, но знаменитая фамилия Зубарев, Зубар, Зубов, есть в один ряд с кем стать в будущем. Так, ну, интересно, да, что у Владимира французский флаг, я не знаю, я немножко даже с ним занимался, вроде он в Украине был, но не знаю. Ну, может, по духу, по духу может ощущаться. А, по духу, да, да, да. Не, ну, может, и шифруемся, да? Так что, да, тут каждого дела указывать какие-то данные. Ну, я все-таки это, я не знаю, с моей, не с моей подачи, это я как-то, когда стримил там это, обращал, что у Бортника американский флаг, я говорил, не, ну, как же так, там, это. И он в какой-то момент таки поменял на украинский флаг. А Бортник, он территориально, он находится в Украине? Не, 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 он в Америке сейчас. Ну, так. Не, ну, все равно интересно было, почему американский. Да. Ну, кстати, у многих ребят, да, американский тоже у нас, по-моему, и из киевского команды играет Павел Воронцов, он тоже американский. Хотя вот Андрей Борисполис, он поставил себе украинский, насколько я знаю. Ну, ладно, это каждого, каждого дела, да. Каждого дела тут пути неисповедимы, как решишь, есть такая мода на экзотические флаги, очень многие все ставят Ямайку какую-нибудь там и прочие игроки. Да, 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 интересно, интересно, но в следующий раз надо попробовать. Так, ну, в принципе, позиция нормальная, это у черных, да, можно слон Е6, там, не знаю, ну, у белых тоже они как-то захватили этот пункт Б6, но обычно ничего он не дает, вот можно, пока линия Д не открыта, поэтому можно просто как-то водиться в ось и нормальная позиция. Сырым, это у нас Казахстан, да, Игорь? Да, Байтлео Сырым, да, это ученик Виктора, тоже нашего украинского тренера Виктора Дмитренко, вот так что это вот один из у нас казахских друзей, который участвовал, ну, вернее, пока единственный, но мы надеемся, что... А Виктор его тренирует дистанционно или Виктор находится в Казахстане? Ну, насколько я знаю, по-моему, скоро собираются нажать. Так. Ну, тут что-то какие-то непонятные дела на А5, да, происходит, но брать нельзя ни ферзем, ни конем. Я бы тут, наверное, Д5 бил по центру, пока есть возможность. Ну, Д5 не хочется все-таки, два слона у белых, не хочется вскрывать позицию, вот, когда... А без Д5 тут можно задохнуться, слон на Е7 не будет работать абсолютно. Ну, через Д8 как-то его, вот. А какой план тогда, Ф5? Не, ну, конь Д7, наверное, надо было играть, я не понял, как бы хода. Ну, ладья под боем была сейчас. Не-не-не-не, до... Вместо Д5 там, когда... Да, вместо Д5, да, конь Д7 был ход, и там, по-моему, обязаны белые играть были конь Б6, там можно было поменяться и там где-то слон Д8 плавать. Вот. Да, но тут чуть похуже, потому что действительно ладья на Д8 непонятно зачем нужна. Вот, ну, может конь Д4. Может конь Д4, вот такой вот, и в этот, и в разноцвет. Я свою тему буду. Ну, Д4, ух ты, ну, интересное решение. Я бы не решил с собой. Конь Д4, и потом думай, как эту пешку... Не, ну, там слон на Ф6. Слон на Ф6? Другое дело, да, слон на С4 действительно, он очень сильный. Вот, поэтому... На Д5, конь идет белый. Ну, так скажем, решение есть и плюсы, есть и минусы. Вот это конь Д4 было. Скажи, Владимир, вот из таких вот стран, да, Европа, понятно, там, США, а вот Азия, как там с шахматами, какие страны наиболее развивающиеся? Ну, Азия сейчас наиболее развивающийся регион в плане шахмат. Шахмат, ну, это, конечно, Индия, Индия, как родина шахмат, как говорят. Индия сейчас это номер один в детских шахматах. И все говорят, что это скоро номер один. И вообще в шахматах будет, потому что, ну, сейчас практически все молодые ребята, вот, игросмейстеры тоже с непроизносимой фамилией. Вот, это один самый молодой игросмейстер в мире. Потом там у них еще где-то человека 3-4 точно есть. Вот, и у них все это поставлено очень на супер уровне, потому что с ними занимается всего ничего Владимир Крамник, это так. Вот, и они имеют действительно очень большие контракты. Я вот знаю Нихал Сарин, кстати, я с ним играл, это ему 14 или 16 лет, по-моему, 16 все-таки. Вот у него контракт, по-моему, с каким-то такой молокозаводом, да, можно сказать, молочной фирмой где-то на 2 миллиона долларов. Ну, вот так вот. А в чем заключается этот контракт? Ну, это поддержка тренеров, поддержка всех турниров и так далее. То есть, вот, он как бы, ну, постоянно он должен, как это, рекламировать эту продукцию, не знаю, этого молокозавода, да. Ну, и вот представляет именно этот молокозавод, ну, молочную фирму, ладно, будем так говорить. Вот, да. Так, ну что, ну, позиция, позиция, как это, плохая, да, у Владимира, да. Ну, у кого плохая, у кого хорошая. Вот, мне очень нравится, как Сарин выключил слона на А6 и так, не спеша, чуть-чуть поддавливает. Да нет, может, даже не чуть-чуть, наверное, позиция выиграна, да. Тут все правильно, ферзь пробрался, тут и... Ф6, кульный, Ф6, ага, и мат на А7. Ага, нет. Ну, я бы не бил на Ф6, я бы просто где-нибудь в Ф7 бы пошел и ладьей забрался. Тут все-таки немножко он дал какие-то шансы. Правда, все равно позиция остается выигранная, но дал шансы. Очень хорошая партия, цельная такая, с замыслом единым каким-то таким, очень интересным. Да, ну, кстати, был ход Е5 до этого, ну ладно. При короле на А8 был ход Е5, на ДЕ коню в 6 с матом на А7. Ну, позиция и так, это выиграно, да, поэтому... Так, ну, можно было Е5 пойти, либо сейчас Е5 пойти. На А4 с той стороны. Неплохо играет. Отлично, отлично вообще. Молодец, Сарим. Да, Сарим, по-моему, тоже 10 лет Сариму, поэтому... Ну, в принципе, вот и... Кстати, вот и Казахстан, да, тоже, тоже одна из развивающих стран. Я знаю, очень много вкладывается сейчас пока. Больше мы знаем про женские шахматы Казахстана. Это и Жансая Абду Малик, и Динара Садвакасова. Да, водя F6 мат. Да, вот, и пока, пока именно женские шахматы очень сильно развиваются. Так, ну что, надо посмотреть Ростислава опять посмотрим. Ух ты. Ну, тут позиция, ну, наверное, ничья все-таки. Так, что тут? Фигура лишняя. Ну, лишняя фигура, но как-то невозможно, да. Да, в ничью сыграл с Кириллом Демченко. Ну, тут рейтинг фавориту тяжело в этом турнире. Так, Ростислав, я вижу, что как о скалу так бьется, а вот таких вот крепких ребят, перворазрядников, КМСов и... Ну, не так просто, не так просто. Не так просто, все злые, все мотивированные, все хотят. Так, ну что, по парам у нас... Валентин... Так, ну что, надо, может, хвост посмотрим, а то, может, кто-то у нас еще не попадал. Не, вроде все попадали у нас, да? Ну, давайте, Валентина Прокофьева с Марианной Гриневой. Так. Это у нас... Ага, ага, там у Марианы тематический матч намечается по защите Пирца. Да. И вот Мариана тренируется, да, перед этим матчем. Пирц на доске. Ну да, ну удивительно, вроде такой стандартный Пирц. Пирц стоит, о чем Мариана думает, или Лизавис Интернет? С5. Ну, иногда надо подумать, выбрать план. Да не, ну просто позиция теоретическая. Ну да, ходы-то одни и те же, можно. Да, ну тут Ферзь А5. Да, тут известная. Дальше бить не надо. Тут трекировка, Ферзь С5, КРХ1, КНЦ6 и так далее. Так, подожди. Что, что это было? Почему не Кони-4? А, все правильно. Не, Мариана это перепутало. Все правильно? Да, да, Мариана перепутала. Там же играется сразу Ц5. Вот до свода слон-Д3, да. Да, это перепутала Мариана. Вот дохода ошибка. Да, он же всем. Не, вот слон-Д3, да. А, не он, наоборот, да, он немножко обманул, да, Валентин. Обманул Мариану, сразу пошел слон-Д3, да. Да, вот так обманул, да, и остался с лишней пешкой, да. Но есть такое, там совсем по-другому надо играть. На слон-Д3 там разные ходы есть, Е5 там и так далее, да. Ну, вот немножко обманул. Ну, смотрите, да, тут у нас действительно ребята такие, которые знают, да, знают дебюты и так далее, да. Ну, с точки зрения вот таких дебютных хитростей, всяких разных систем необычных, то интернет-шахматы – это кладезь знаний. Ну, тут, да, тут, опять же, это же все-таки, в основном, интернет-шахматы – это быстрые шахматы, да. Ну, да. Это вот только сейчас начали какие-то такие турниры проводить, там, с зумом и так далее, да. Вот, а в основном это, конечно, да, быстрые шахматы. Ну, кстати, я вот, да, вот интересно, я когда-то секундировал Руслана Пономарева на гран-при, серии гран-при. Вот, и Фабио Карланова секундировал, ну, известный тренер Владимир Чучевов. Вот, и мы там, ну, обычно как, они там садятся и играют, а мы, конечно, тренера между собой общаемся, там, это. Он говорит, вот 90% мы как тренера работаем в это, как в холостую. Вот, говорит, все эти новинки, возможно, пригодятся только в быстрых шахматах. Вот, когда, ну, есть, да, действительно ряд новинок, когда вот ты там уже нашел, вроде бы нашел, и вот один ход, и это, к сожалению, опровергает. Так вот, в быстрых шахматах это вот зачастую действует. Вот, и я помню, как Руана там тоже играл какие-то скандинавские и так далее, что, ну, дебют такой подозрительный очень. Вот, но играл, говорит, вот, можно играть в быстрые шахматы, так что. Так, ну что, позиция не изменилась, пешки все так нету. Тут, по-моему, после... Ну, пешки нету, но некоторое давление... А, Ф5 нету. Ф5 нету, Д5. Есть, 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 да, Ф5, Д5, Король-Ш1, нет? Ну, как, Ф5? Ф5 черными или белыми? Нет, белыми, белыми. Ф5. Ну, Ф5, как Д5? Д5 нету. Шах, шах. Д5 шах. А, шах. Ну, по-моему, Король-Ш1 можно, да? Ну, отошел, так там слон же... Так, по-моему, слон там словится, да? Да, да, по виду, да. Ф5, ну, отошел Король и все. А слону-то деваться некуда. Да. Ну, вообще, Король-Ш1 такой подозрительный ход. Можно же было Король-Ш1 играть. О, вернее, Король-Ш2. Аш-2, Аш-2, да, 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 да. Удивительно. Ф5 решился, перепроверил. Ну, посчитал немножко, да. Ну, может, какая-то у меня будет инициатива. Д5, Король-Ш1, побью на Е4, побью на Е6, побью на Е3. А, на Д7? На Д7, там на Ж2, может, шахом. Ну, какая-то есть инициатива, может, не так просто. Вот. А, еще, еще можно, наверное, на Ф7 побить и Солнце-4, там, интересно, вот так вот. Не забирать фигуру. Ну, вот, там, наверное, мат должен быть, ну. Ну, во всяком случае, очень сильная фигура. Ну, позиция. Ну, на Д7, на Д7 просто, можно просто материально. А, это на Ж2, потом Ферн-Д7, а там всего даю пешки. А, не, одна пешка, не одна пешка. Да, плохо считаю сегодня. Есть проблемы со счетом. Ариана в цитноте, Ариана в цитноте, 19 секунд. Да. И пришло оповещение, что давай быстрее, и если настроено. Ух ты, Д4. Д4. Ну, забрали на Е6. Можно было... Там на один ход отстают черные. Забрали на С3, забрали на Д7. Ну, а это равна капитуляции на Е6. Да, тут фигура лишняя, да. И непонятно вообще, что делать. А, еще и конь G5, по-моему, зевай, да? Да. Это уже водя лишняя. Так, ну что, я предлагаю переключиться, я думаю... Я смотрю, несколько интересных партий. Я предлагаю на Пидуб против Графа Лермонтов. Вот там такой напряженный Эншпель. Да, это Божена... Кони, Кони, Ферзи. А, и я, и Божена Зевнула. Похоже. Там как-то Ферзь. Ферзь заполз. Вот. Да. Да, это Божена Пидубная играет против Ростислава. Божена... Первый разряд. Да, да, Божена первый разряд, да. Вот. Да, немножко, да, подзевнула. Тут, ну, наверное, где-то мат должен быть. Не может, не может так король ходить без препятствий. Ну, зря на Ф4 пошла, там, на Ж4, на Аш3, как-то, может быть. А, ну, хотя не спасала, да, там, наверное, там, тоже, да. Ну, там, вплоть до Ферзь Аж2, наверное, даже там просто забрать можно, если так. Вот. Ну, не знаю, да, но, по-видимому, Ростислав считает, как мат давать. Да. Ну, король Ж4, может, еще не все так просто. Ну, хотя, можно, наверное, что-нибудь забрать, нах, в конце концов. Аж 5. Аж 5. И все-таки хотят мат тайнах. Слон F1 и Ферзь Ф6, да. Да, вот он. Ферзь Есим. Да, ну что, да, победил. Так, ну, давайте, поэт, слева, таки посмотрим с Лозинским, да. Так, ну, быть, лево, смотрите, уже. Ух ты, чёрт, ух ты, чёрт, а у Саря Маслана лишний. Да. Да, да. Так, ну, слон, так еще и позиция вырвала. Да, тут сейчас ладья на Д8 приходит, и всё. Вот так вот. А, что, можно было, ну, ладно. Можно и так. Ну, здесь и секунд, правда, убить лево, да. Но, по виду, так должно выигрываться. Легко. Да, сейчас это следующий ход, по-моему. Если у ладья уйдет слон Е3, там мат. Да, тут безнадежная позиция. Так, смотрите, болит лево так. И уже у нас в лидерах, да, на втором месте просто 4 из 5. Валентин Прокофьев первое место. Да, 4,5, да. И большая группа преследователей по 3,5. Так, досталось, остается две решающие партии. Остается две решающие партии. Ага. У нас как-то хитро тут. То появляются, то исчезают. Или... А, это проблема с таблицей, да? Так, ну что, а еще играет Нитро против Александра Шостак. Так, похоже, Александр побеждает. Вот, сейчас посмотрим Нитро. Это, по-моему, тоже из моей группы. Да, это Лейко Нестер против Александра Шостак играет. Так, ну это что-то немножко подтягнули белый, но все равно, наверное, позиция выиграна. Вот так вот. Ну, что-то белое занервничали. Пешку не стоило отдавать, но не, но все равно две пешки много, а тут еще... Вот так что, наверное, все равно позиция хорошая. Да, можно было Слон-Д4 пойти. Так, да, наверное, это... А, наоборот, это Нестер белыми, да? Нестер, я немножко... Так, ну что, одень на Эншпиль. А, вот так даже, ну... Ну, можно так, но, как говорят, надо отрезать короля, да? Отрезать короля, да, потому что... Так, и в Одессе 8 не замечает, просто идет вперед, и все. Ух ты, в Одессе 6. Ну, вот и отрезали. Ну, не там. Надо отрезать по линиям, а не по горизонталям. Ну, ладно, да, все равно победила, но позиция и так выиграна, с двумя пешками выиграна. Так, ну что, перед двумя последними у нас, в принципе, Валентин Прокофьев на первом, Байт Лео Сырым на втором, и три человека на третьем. Это Дубневич Максим, Ростислав Малиновский и Богдан Лозинский. Ну, недалеко и Мариана Гринева. Так что все-все-все впереди. Борьба идет. Так, ну что, смотрим партию лидеров? Да, Валентин Прокофьев против Байт Лео Сырым. Ух ты, это у нас Дракоша. Дракоша, есть Дракон, любимый вариант многих. Да, и я думаю, Михаил Голубев нас смотрит. Это любимый его дебют. Ну, понятно, что многих любимый, там, основные, там, и Гуфель написал книжки по ним, да, и, кстати, кстати, нет, и играет его, и в какой-то момент был, и играл и Магнус Карсон, поэтому там не так все просто. То есть, да, там, аж 5 и мат, да, но вот по этой же, Валентин играет по этой схеме. Да, ну, вообще не играет с Д6 обычно, вернее, Д5 играет, не Слон Д7 играет, обычно Д5 играет. Черные, это немножко, ну, не знаю, медленно и неправильно. Ну, вот, ну, не знаю. Даже, что тут конь бьет H5, ну, Слон H6, и дальше, и дальше белые атакуют. Это такая, как говорится, мнимая жертва. Так, ну, я взял. Не знаю, что вы говорите, да, я взял. Может, классики ошибались, может, и нет тут мата. Вот, кстати, G4, может, не такой хороший ход был, потому что там обычно жертвы, там, на G4, Конь G4 или Слон G4. Вот Слон G4 была, кстати, не такая ясная жертва. Еще, еще там как-то Конь F3 чуть ли не бьется, да, Конь F3, Конь F3, Слон G4. Вот там эти три пешки и позиция довольно-таки неясна, поэтому, мне кажется, не точно сыграл Батлео, да, тут. Ну, вот тут уже, как это, как говорят, хороший совет Дорох, потому что грозит Слон бьет G7, Ферзь H6, G5, F4. Конь D5 тоже, да. Конь D5, Конь F5, ну, это вот это все приходит в движение, и тут уже... Ну, тут, если хочешь жить черными, тут, наверное, надо решаться на Слон H8. О, да, Слон H8 – это известный ход, да, и, по-моему, известная партия была, где вот просто даже пошли Слон H8 без пешки, даже компенсации, да. Это, да, 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 это то ли Таль, то ли Бронштейн, вот что-то такое. Да, Бронштейн. Прям на ровном месте, да. Да, 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 ну, объективно, понятно, позиция плохая, но какая-то, опять же, идея есть. Может, белые могут не забирать, как-то дальше, там, Конь F5 и пошли. А, нет, ну, Конь F3, правда, есть, нахуй. Но все-таки надо аккуратно. О, нет, по виду тут мат должен быть. Да, тут что-то есть форсировано, да, тут Ферзь Слон G7, Ферзь H6 и Конь D5. Да, и Конь D5, да, все, все правильно. А вот сразу Конь D5. Ну, сразу Конь D5. Ну, это Конь G8, Конь G8 пойдет. А, я думаю, и H5 еще как-то, да. Конь G8 и вообще так. А, Ладья H8. H6. Ну, может, не так просто, да. Это еще не конец. Это, конечно, Ладья на H8, прикрали на G8. Такая некрасивая, но не конец еще. Ну, да, да. Ну, вот сложность обычно вот в таких, когда атакуешь, добить. Вот, и вот если не добиваешь, то иногда получается, как это, оборотка идет, да, и вот особенно в быстрых шахматах теряется вот эта нить игры. И очень часто, да. Иногда такую найдешь цепочку, которая приведет тебя уже к доминации полнейшей, и потом наступился. Да, да, вот добить не так просто. Нормально, я думаю, в нормальной партии это все, ты просто сел и посчитал, а вот быстрые тут тоже надо конкретно добить все-таки не так просто. Так, ну, да, и что тут? Конь в пять, тогда слон бьет и в пять побьют. Не вскрывается король. Вот. Ну, а просто, наверное, как-то играть там, бить на F6, король B1, может так. Наверное, да, позиция. Позиция все равно лучше у белых, несмотря на лишнюю пешку. Ну, Ладья это на H8, да, вообще не к силу, не к городу. Ну, с другой стороны, пока мы еще тоже свою фигуру нам надо ввести, Ладью вот эту, с H1 тоже, поэтому. Ну, хотя бы был план Ладья H1, Ладья D2, да. Так, F6, тоже не сильно мне нравится ход. Е6, вернее. Да, как-то не туда. Как-то я не могу объяснить почему, но что-то... Можно было побить на D5 и пойти Ф8, кстати. Упрощать надо было, да. Да, черному упрощать. Так, коньер 4. Да, ферзь 8, ферзь 4. Ну да, вот тут, ух ты, ферзь на G7. Фианкетированный ферзь. Ну, и Ладья H8. Ну, что-то не то. Что-то не то. Так, G5 без фигуры. Да. Гоняш. Да, ну, такой зевок. Ну, вот как раз, видите, как раз Валентин, да, потерял нить игры. Ну, жестокая игра, да, жестокая игра шахмата. Всю партию давишь и... Не сумел реализовать и все, и тут уже не так просто. Ну, еще, еще, может, какие-то шансы есть, все-таки черным надо как-то вывести своего ферзя, Ладью как-то. Может, коньер 5. Правда, это размен фигур, что он нежелательно для белых, но все равно там как-то какие-то шансы есть. Ф4, ну, тоже логично, солнце 6, ну, как-то, как-то подозрительно черные играют, так, да, е5, а, е5, коньер 5, так, это был он ФС. Коньер 5, еф и коньер 6. Не, ферзи 3, да, или ферзь D4. Ух ты, черт. По-моему, да, зевну. Ну, конь-то возвращается на Ф6. О, это все зевнул. Байт Лео все зевнул просто. Две ошибки, и каждая страшнее в следующем, да. Да, ну, да, немножко не справился. Ну, теперь этот, теперь, да, в обжорном ряду, как говорится, можно объедать, да, на А6 и опять на Ф5 вернуться. Качество за пешку, да, в итоге? Да. Так, ну, где-то тут конкретно, да, победа. И на Д6 можно брать. Ну, да, на Д6 и на Ф4 потом забрать. Ну, хотя, может, еще какие-то есть вопросы, хотя, да, вот я Е7 по большому счету позиция выиграна. Да, ну, смотрите, так не справился немножко. Так, переменчивая Фортуна не справился, да. С РМ имел выиграно. И на фигуру лишнюю имел, да, не выиграно еще на фигуру лишнюю. Так, ну что, опять мы Ростислава смотрим с Марианной. Ну, драматическая партия такая. Ага, ну, Ростислав побеждает Марианну. Ростислав. Фигура лишняя. Фигура лишняя. Ну, давайте Арсения Владова посмотрим. Он играет с Данила. Данила 2008. Так, кто у нас Данила 2008? А, это будет Даниил. Даниил, да. Будет Даниил. Ну, тут, наверное, ничья. Позиция ничейная. Тут, да, тут нам пишут, да. Немножко не касается темы нашего турнира, но я думаю, что, в принципе, мы можем об этом сказать. В принципе, да, закончилось ничьё. Такого события ещё у нас не было. Это победа на женском гран-при Анны Ушениной. Действительно, мы рады. Вот. Тут пишут, что такого жесткого, уверенного переката давно не видел у девушек. Вы не в курсе, кто её готовил. Ну, честно говоря, не знаю, да, кто её готовил. Ну, скорее всего, сама готовилась, да. Вот. Ну, возможно, кто-то ещё готовил. Вот. Не, ну, молодец. Молодец. Действительно, очень сильно провела все партии и победы. Ну, при таком сильном составе, да, выйти в такой... Да, и победы там действительно были очень... Очень такие... Да, ну, я знаю, уже 2900, по-моему, на Брауне, кто-то говорил. У Анны Ушенина нет. Так, ну, ладно, давайте, да, всё-таки давайте вернёмся к нашему турниру. Значит, остался всего один тур, и давайте мы документируем, а потом, я думаю, сможем и поговорить. Так, Валентин пять с половиной из шести, на втором месте Лозинский граф Лермонтов, это Ростислав Малиновский по четыре с половиной из шести, Байтлео четыре из шести. Будем смотреть, давайте, Лермонтов против Валентина Прокофьева. Да. Ну, до четыре началась игра. Так, да, ну, в принципе, да, тут надо выигрывать. Ростиславу, да, Валентина устраивает ничья. Ну, часто такое бывает в турнирах, да, когда кого-то в последнем туре устраивает ничья. Вот, так, ну что это у нас? Если Е3, то Миранский вариант, Сунжи пять. Ботвинник, да, Ботвинник. Но без А6, без А6, не уйдёт до А6. Ага, может тут Е3, Ферзь А5, Ферзь А5, Кембридж Сприннский вариант. Да, ну, ага, вот так даже Сунжи семь. Он Е7, так, по-тихому. Это у нас Ферзьевый, просто Ферзьевый гамбит. Вот так. А всё так хорошо начиналось. Я уже ДЦ, думал, Ботвинника, посмотрю. Что же молодёжь знает, оказывается, у нас Ферзьевый, да? Ну, ладно. Ну, кстати, этот вариант хуже считается за чёрных. Чёрных. Ну, так, как говорят, на копейку. Вот, тоже сейчас. Ну, Ферзьевый довольно уверенно сейчас стоит во всех дебютах. Ой, вернее, давно Ферзьевый во всех вариациях, да? И не так просто пробить. Но всё равно позиция чуть хуже. Опять же, есть классический. Ух ты, Б5. Нет, надо стоять. Что-то я такого не помню. Чтобы так можно было ходить. Слон-Б7, да? Такая смесь. Поми с Ферзьевым. Смесь славянки с Ферзьевым. С Мираном, да, да. Не знаю. Ну, если бы 5 пошли, то уже надо. Там слон-Б7. Слон-Б7, да. А6-C5, наверное, так. А6-C5. Ну, кстати, я не уверен. Мне кажется, на Д3 не надо было отходить. Нам было отходить на Е2. Так, на C5 срочно. Да, ну, C5, да. Все-таки на Е2, мне кажется, правильно было отходить. Да, да. Ну, кстати, я не уверен. Вроде так неплохо стоят черные. Да, а что? Какие проблемы? Все фигуры у них в игре. Черные, по-моему, сделали все, что хотели. Все программное. По дебюту они все сделали. Да, ну. Ну, по-разному можно. Можно и бить на Д4. Там, наверное, ферк-Б6. Типа так. Можно. На КНФ3 даже может у АДЕ8. Не знаю. А, вот С4. Ну, С4. А. А, нет, я имею в виду B4 потом пойти. Вот, вот. 2,4 на E4 отвезти. Да, да. На B4 E5 будет? Ну, наверное, так и надо. Вот это, да. Такой начинается, как этот. Обмен ударами. То, что называется. Вот. Ну, интересно, интересно, кто же кого. Ну, КНД5, наверное, есть. Хотя, там, КНД5 побью, вернее, начали на E7, потом на D5 заставлю пешкой бить. А, хотя, может, не пешкой там можно. Ну, что-то после размена слонов, чернопольных, КНД4 очень сильно будет. Будет КНФ4, КНД6, КНЕ2, ФЕ2, и КНД6 станет там монументально. Монументально. Это, да, это есть. Вот КНЕ4. КНЕ4, КНД6. Думал, как-то СНД5. Ну, там, я могу все-таки на С4. А, не, не могу еще забрать на С4. Там на F3 висит, да. КНЕ4 есть. И на КНД5 может СНД5 пока. Вот так вот. Если КНЦ4, то как-то Ладь С8, КНЕ6. Мне кажется, в такой манере должны играть черные. Ну, я бы на С4 не скидывал. Там, Б3 мы подкрепим того коня. А я там КНЕ6, Ладь С8 и где-то побью на Е2 и на С4 отберу. С3. С3. Ух ты, необычно. Так, а на КНЕ6 что будем делать? СНД6 пока. Ничего страшного. Ух ты. КНЕ6. Отдает слона своего на Д7. Ну, конь красиво выглядит. Ну, конь, да, на Д6, да. Он может быть даже более ценен здесь. Не, ну, может быть... А, побить коню восьмут на С3. Я думал, побить, если пешкой, то водя Б1 был бы ход. Ну, тут А3 подрыв. Ух ты. Вот это начинается тут интересно. Ну, вообще, Белым как-то надо это, на Королевском. Если как-то они успеют батарею... Ну, вот слона, допустим, на Б1 поставить, да, то было бы неплохо. Ну, у черных как-то хорошо. Как-то у черных само собой все идет. Не, ну, да. Тут, мне кажется, А3 тоже это, как говорят, там, где ты слабее, не это... Не дергай... Не играй пешками, да. Все-таки, наверное, фланг белых это... Королевский фланг. Вот. Да, да. Так я смотрю, действительно. Сейчас водя А2 грозит куда-то. Забрать пешку Б2. Ну, водя А1. Абсолютно логичный ход. Только так. Так, кто у нас есть результаты? А у нас Дубневич Максим выиграл, да? 4,5 и 7 пока все... Ну, многие играют. Да, не просто, не просто. Что-то надо изобретать. В белом. Так, ну, конь С3 есть. И что, на конь С3 задумано. Потом там как-то бьется на Е2, слон А6. И боюсь, что... А, пешкой. Б, С, Б, С. Ну, пешкой, мне кажется, хуже. Сейчас водя Б1. Водя Б1, как? А1. Водя А1. Так, что-то тут. Ну, да. Вот водя Б1 неплохо был. Он как раз держал вот этот ход КНФ4. Вот. Сон Д1. Сон Д1 не хочется. Ну, тут второй на Д5 идет. Правда, слон Ф1 там, да? Слон Ф1 есть. Пока еще не все так просто. Жетвый. Так, ну, если сохранят этого слона на Б7, он рано или поддаст. Слон С6 сохраняет. По большой диагонали будут большие проблемы у белых. Вот. Можно Ф1 на Д7, наверное, просто, да. И теперь задача черных, как можно быстрее его вывести. Освободить диагональ. Так. Не знаю. Можно было и пешку съесть на Д4. На Д4 можно было брать. Ну, давайте учитывать, что цепь, ну, 5,6 секунд. Тут уже, что видишь, то и ходишь. Да. Тут КНЕ4. А, КНЕ4. Водя Д4. КНЕ3. Забрал вот такие пешку. О-о-о-о-о. Время закончилось, да. Да, не совладал со временем, да. Ну, везет, как первому призеру, Валентин. Получает первому призеру. Да. Так, а что у нас тут? Ага. У нас тут выигрывает Лозинский у Марианы. Ну, да, забирает все пешки. Ну, тут пешечная шпиль просто выиграем. О чем думаем? А, вот так сразу отри. Не знаю. Я побил бы на Д2. Вот. А, вот так, да. Можно было в промежутке. Ничего не понимаю. Ладно. Удивительно. Столько времени. Да. Так, ну что. Последняя партия у нас осталась. Это Бажена Петдубна играет с украинским чемпионом. И кто это у нас украинский чемпион? Регей Анучин. Киев, первый разряд. А, Анучин, да. Хорошо. Да, Анучин Сергей. Анкун Е4 был в шаг. Но Бажена продлевает удовольствие от этой позиции. Ну, еще, еще, видимо, поиграть хочется. Все правильно. Ну, да. Да. Так. Ну, надо, да, надо развернуться. Сейчас с королем выйти. Нет. Ну, пора. Да. Пару шагов дать ей. И конь Е4. Ну, можно и конь Е4 тоже, наверное. Не еду, да. Да, наверное, позиция выиграна. Ну, водя Ц5. Надо менять. Ну, можно и так, да. Можно и водя Ц5. Да, ну, можно было, король, Ж4 пойти, да. Угол не цвета коня. Не, ну, все равно позиция выиграна. Как говорится, тут как раз тот случай, когда конь не слон, да. Вот так что выиграна позиция. Особенно, когда 2 секунды добавляется, я считаю, просто, ну, как бы, нету смысла играть. Играть эту позицию. Так, ну что, если ничего не произойдет, в принципе, и так я смотрю, и Ростислав может и третье занять, несмотря на поражение в последнем туре. Не, ну, так он весь турнир-то шел, там, и набирал. Да, впереди, да. Ну, сейчас, допустим, система уже окончательно расставит игроков. Давайте смотреть. Подождем официальный, да? Ага, вот официальные итоги. Первое место Валентин Прокофьев, 6,5-7. Второе место Богдан Лозинский, 5,5-7. Третье место по дополнительному коэффициенту. Апереди, кстати, не так много всего на очко Максима Дубневича занял Ростислав Малиновский. Так, и у нас отдельно были призвы и среди перворазрядников. И, похоже, первое место тут Дубневич Максим взял. И второе Ковальский Роман. Молодцы, ребята, молодцы. Отличный турнир, очень такая хорошая. Да, да. Байтлеву чуть-чуть не дотянул, да, наш казахский друг. Ну, видите, он сыграл действительно очень, со всеми почти сыграл, так что... Я сыграл очень уверенно. Да, очень уверенно. Да, ну что, интересные партии были, да, я получил тоже... Как это... И пищу для размышления, да, все-таки... А у нас все-таки 18 человек играло, наверное, последние. Были, которые присоединились уже после начала первого тура. Ну, бывает, надо с первого начинать играть, да. Шахматы, как это, не терпят ни пунктуальности. Надо стараться играть с первого тура, да. Так, ну что, всем спасибо. Действительно интересный турнир. Опять же, ну, как говорят, да, окончательные итоги мы... Это как предварительные, окончательные мы еще посмотрим, к сожалению. Вот, мы, конечно, опять же, доверяем всем своим ребятам, но все равно ради... Как это, ради справедливости должны посмотреть партии, да, и... Ну, не будем о грустном, я думаю. Да, да, я думаю, все было нормально, да, и мы действительно, действительно, ребята играли все честно. Ну что, поздравляем победителей. Да, ну вот как раз настало время вопросов. Вы можете задавать, мы как раз закончили, да. Можете задать по дальнейшем, скажем, работе нашей Академии. Мы планируем и дальше продолжать. Сроки буквально уже на следующей сессии будут буквально на этой неделе. Вот, вы сможете посмотреть, сможете ознакомиться. Вот, и планируем также такие интересные делать мероприятия, как лекции по теории дебюта. Артур, тебе будет интересно лекция по дебюту? Я думал, что это как раз то, что нужно. Только такой дебют боевой. Такой вот, чтобы душа развернулась, и там на доске горело все. Не, ну, можно, конечно, это, можно, конечно, берлинский вариант дать, да, но будет грустно. Ну, я на самом деле, да, хочу сказать, что очень классная сессия, очень крутая, мотивирующая, наполненная знаниями. И я считаю, что действительно, как говорят, да, вся элита спортивная, она воспитана вот такими гроссмейстерскими школами в том числе. Ну, я считаю, что польза очень большая. Да, я думаю, как говорят, почему давно так не делали, да? Было вот оно на кончике языка, как говорят, вот оно было готово для создания. Есть аналогичные проекты, есть проекты на англоязычную аудиторию, но немножко не то, немножко языковой барьер, конечно, усвояемости, ну, немножко мешает, да. Ну, смотри, сейчас дети уже эти, как должны быть, дети мира, да, то есть я смотрю, многие уже и знают английский, в принципе, и готовы. В принципе, для шахматиста, я думаю, знание языка одно из основных. Вот, там, можно карту не знать, там, допустим, да, там есть GPS, а вот знание языка уже выходит на первое место, вот. Поэтому учить языки, это важно. Вот, да, ну, шахматная действительно составляющая, мне кажется, как получилось, довольно-таки, сессия, осветили много разных интересных, скажем, шахматных проблем, и мне кажется, вот как раз многие говорили, да, там, что там иногда темы у нас там разные были, да, мне кажется, вот именно такая, скажем так, разнообразие темы, это тоже правильно, чтобы показать разные аспекты борьбы, и дальше, дальше есть очень много задумок, и у меня, и у ребят, дальше продолжать в этом же, опять же, естественно, за те 10 часов мы не показали, наверное, и 5% того, чего хотели бы, да. Вот, так что, я думаю, я думаю, будем продолжать, опять же, будем проводить и турниры, насколько я знаю, был, да, сеанс Павла Ильянова, вот, и там, там, там кто-то его обыграл, такие или нет? Да, там достаточно много было результативных игроков, но там немножко все осложнялось тем, что, во-первых, ну, очень большой популярностью идея пользовалась, и, ну, многовато было игроков, в итоге это привело к тому, что Павел играл, можно сказать, в такую какую-то то ли пулю, то ли суперблиц, ну, а... А он еще должен был рассказывать, да? Еще на английском языке вел стрим, да, конечно, ну, как вот показал наш турнир, то студенты у нас очень-очень такие зубастые, боевые, там, насели, насели на сеансера, и много было результативных партий, но очень интересных, и это тоже полезный опыт. Ну, вообще, мне не сильно понравилась система ЧСКОМ, сказать, давать сеансы, то есть нету... Вот, мне кажется... Очень бы помогло, если бы сеансеру можно было добавить время. Да, добавить время. Второе, вот, на Лечесе, мне кажется, действительно хорошая система, вот, не буду рекламировать, так как знаю, что ты шеф украинского ЧСКОМа, ну, все-таки, может быть, вы придете к этой идее, вот, была идея, там, где автопереключение просто идет позиции, вот, и ты не переключаешься сам как-то... Не, это ЧСКОМа тоже есть, это выставляется в настройках автопереключения, да, но, конечно, вот это вот время, ну, с другой стороны, ну, вот такая вот позиция, вот так вот играть, ну, приводит к тому, конечно, сенсеру очень тяжело, но это решаемо, нужно просто ограничивать количество участников, то есть, если бы там 10-12, ну, может, до 15 было игроков, я думаю, Павел более чем справился бы с нами. Ну, не факт, не факт, сейчас такие все... Я вот с 15 играл, да, ну, правда, у меня там тоже были и женские международные мастера и так далее, но они меня, конечно, и хорошо, там, по-моему, 4,5 или даже больше отдал очков, да. Ну, и сила игры еще, что же очень важна, одно дело давать сенс перворазрядникам, а другое дело давать сенс, когда фидемастер у тебя против тебя за доской. Я помню даже случай, да, там, Каспаров скандалил, когда против него сел играть человек, и Каспаров во время сеанса узнал, что это фидемастер. Ну, это ему очень не понравилось. Не, ну, Каспаров давал игры с мейстером сеансы, известные его же сеансы, когда он сборным давал сеанс, по-моему, одна сборная Израиля, мне кажется, вот, и Чехии, по-моему, вот, были действительно два очень таких ярких сеанса, вот. Ну, в принципе, сеансы тоже одна из форм, тоже приобщить. Безусловно. Вот, да, в принципе, была очень хорошая идея, кстати, помешал немного коронавирус провести, вот, соревнования такое, скажем так, областей даже, вот, взять несколько областей, там, допустим, человек 8 перспективных юношей, да, и одного сеансера. Это такое проводился, как называют, когда-то в Советском Союзе проводился, это кубок дворца пионеров, дворцов пионеров, да, и пользовался популярностью, там даже и, ну, Каспаров точно играл, давал сеанс, по-моему, и Смыслов, там, там, кого только не было, это такой турнир пользовался популярностью, и, мне кажется, идея эта может прижиться в Украине, потому что в разных областях есть довольно-таки сильные гроссмейстеры, есть довольно-таки сильные сеансеры, вот. Ну, а детям, я думаю, интересно поиграть с гроссмейстером, вот, и опять же, когда... Ну, конечно, это онлайн интересно, вживую, это вообще круто. Да, да, ну, вот. Ну, надеюсь, онлайн, опять же, жизнь, я смотрю, немножко восстанавливается, вот, онлайн немножко начинает уходить на второй план, но хотя, хотя до сих пор я смотрю, в основном, все турниры в онлайне. Ну, вообще же было интервью Федера, Владимира Дворковича, президента Феде, который сказал, что переходим в онлайн. Это уже окончательно. А, ну да, недавно же эта новость была, что и отменили чемпионаты мира, вернее, чемпионский матч, да, то есть претенденты вообще зависли где-то, непонятно где, какая система, как что, так что да. Так что да, все возможно, возможно, и уйдем онлайн. Ну что, я смотрю у нас, в принципе, у наших интернет-зрителей вопросов нет, все понятно. Ну что, смотрите за нашей информацией по школе, да, будут, смотрите, смотрите за моей страничкой, да, и за страницей Академии Олимпийских Чемпионов. Скоро будут анонсы новых сессий, новых наших, как модно сейчас говорить, инвентов, да, правильно? Вот, так что смотрите и подключайтесь к нашей школе, я думаю, будет интересно. Как кто-то говорил, мы работаем для вас. Всем пока, друзья. Да, все, да, до свидания, да, Артур, пока, все было классно, пока.